Максим, расскажи, пожалуйста, куда мы едем? Возьмите, пожалуйста, интервью, Валенький. Всыпайся. Валенька. Здравствуйте. Куда ты едешь? В этом восхитительном красном Ауди мы едем в закат. Закат с той стороны. Через 80 километров на нашем пути первая остановка Макдональдсовка. Это город Волоколамск. Он встречает нас по хорошей прибалтийской традиции. Великолепным, вкуснейшим Макдональдсом. Мы сделаем там краткий привал, перекурим, оправимся. И отправляемся дальше в путь в сторону Великих Лук. Великие Луки знамениты своими луками и воздушными шарами. К сожалению, луки мы будем делать завтра. Почему же? Потому что в темноте луки получаются хреновые. В астаграме они видны плохо. А фестиваль воздушных шаров уже прошел. Далее мы отправимся сквозь опочку. Восхитительный город, который мы оценили в предыдущем нашем... Может, не надо через опочку-то? Там 300 рублей за дорогу. 300 рублей за дорогу, это если повернуть налево. Если повернуть прямо, то бесплатно. Ну, это мы еще уточним и гуглим. Вот. По крайней мере, одна дорога идет, так сказать, в Великих Лук, в Эстонию. Спасибо тебе, Валентин. Да, большое спасибо. И мы закончим позже, наверное, наш репортаж уже из города Вели. А хотя, может быть, даже из Колоколамска. Самое главное перед марафоном – хорошенько поесть в Макдональдсе. Вкусно, здорово и питательный. Притом прямо репетит. Правда. Саша, ты с какой скоростью хочешь пробежать марафон? Нет, не марафон, а всего 10 километров. Это марафонская дистанция 10 километров. Твой личный марафон. Да, твой личный марафон. Just do it. Так какая будет скорость у тебя? Я не знаю. Вы знаете, что мы недалеко от населенного пункта с названием Упыри? Кроме шуток. Плохо видно, только валеньку видно. О, ну так вот, населенный пункт рядом называется Упыри. Не отпускают норвежские привычки. Не отпускают. Такие вот нехитрые развлечения у нас в Великих Луках. В Подвеликолучье. Прекраснейший коттеджный комплекс, в котором мы провели ночь. Даже подкова на счастье есть. Разве вы сядете на колено? Засниму интерьеры нашего коттеджа на память. Вот такие вот хоромы. Под Великолучье. Прекрасные. Мы пересекли границу России и Эстонии. Мы в Эстонии. Пейзаж пока не поменялся. Мы создали очередь, потому что Максим у нас теперь не Михайлович, а Михаилович, как выяснилось. Еще и бородатый, на себя не похожий. Во всех документах, кроме загранпаспорта, он Михаилович. Это единственный таможенник, который это заметил за 10 лет, наверное. Совместный с таможенниками. В общем, придется теперь переделывать загран на Михаиловича. Ну, это как-нибудь потом, может, не придется. Это потому что уникальный случай. А, отпечатки пальца нельзя использовать, потому что у них нет машинки там, чтобы проверить отпечатку пальца. Это, ну, такая ремарка, это все на российской стороне. Да. Эстонцы просто прокатали пальчики, и все стало хорошо. Мы едем. Сколько времени? Ну, на границе мы при всем при этом всего часны. 16 часов 28 минут. 7 сентября 2018 года. Температура плюс 25 градусов. Ура! Для того, чтобы заехать в Таллине, в наши апартаменты, нам необходимо получить ключи через Кей Терминал, который мы сейчас ищем. Мы уже прошли полтора километра по этому городу. Да, мы уже в Таллине. Это так. Пришли к какой-то секретной пиццерии, где на секретной террасе будет секретный Кей Терминал. Мы его вскроем и получим ключи. Квест. Код 4151. Из Not Correct. Not Correct. Теперь уже было все корректно. Вот они, вот они ключи. И вон метко. И вон метко для того, чтобы заехать на машине. Все. Идем обра. Купились на 40 евро. Немножко пива и каждому по гамбургеру. Да. Бургер-бокс. Боюсь, нам денег не хватит. Таллин готовится к завтрашнему марафону. Мы продолжаем смотреть на чудеса старого Таллина. За прекрасным современным стеклом. Грязный совковый подъезд. Очень круто. Таллин. Ванна Таллин. Наш вид из окна. Мы в наших апартаментах. Вот тут вот мы спали. Подготовка завтрака. Потому что мы экономим. Вкуснейшая яичница от Валеньки. Валь, расскажи, что входит в твой замечательный рецепт? Это не мой рецепт, это рецепт Саши. А, это рецепт Саши. Саша, что входит в твой замечательный рецепт? Нам пришлось его модернизировать, потому что нет масла. Мы вытапливаем жир из колбасы. Ага, прекрасно. Это смекалочка. Прекрасно. Колбаса, яйца, помидорка, соль. Супер. Такие эксперименты мне понравилось. Так, здесь у нас спальня. Такая вот маленькая, темненькая. А тут, тут у нас сауна. Вот здесь вот сауна, она просто темная. А, выключен свет просто. Стиральная машина, две раковины, душ и ванна. Потрясающий апартамент. Валь, ты готов к марафону? Я всегда готов к марафону. А где мы сейчас находимся, скажи, пожалуйста. Мы находимся где-то в Таллине. Так. Вот тут у нас Дон-Донна. Дон-Донна, давайте посмотрим. Так. Тут с собой. Ага. Это традиционные таллинские доступные мяча. Так. Что мы еще тут видим? Но это же не Старая площадь. Нет, это не Старая площадь. В смысле, Старая и не Старая площадь. Вон, пойдем, пройдем, пойдем, пройдем. Познакомимся с местным аборигеном в путинке. Пойдемте посмотрим-ка. Посмотрим. Какой-то мужик. Это таллинский трубочист. Так. Тот самый. Тот самый, да? Тот самый таллинский трубочист. Интересно. Видела трубочиста знаменитого таллинского? Да, но еще только со спины. Ясно. Мы хотим кофе попить. Давайте попьем. Рыжик, что здесь происходит у нас? Мы собрались попить кофейку. Крюфоке. Вот здесь вот спринт кофе? Дарод нет, тоже много. Вот на улице, знаешь, даже можешь курить. Просто было талкатуистов. Это нас не смутеет. Прогулка по улочкам старого Таллина перед марафоном. Сейчас 13 часов 39 минут. В 5 часов, по-моему, у нас старт. Нам еще надо попасть домой, переодеться, морально подготовиться и стартовать. Ну что, Максим, как вам тут? Отлично, отлично. Я морально и физически готов к проработу. Да вы что? Да. Это прекрасно. Значит, сначала я одену на себя спортивные трусы, потом спортивную футболку, а потом возьму свой спортивный дух и побегу на 10 километров прямо вот по грущану. Ничего себе. Это будет очень. Это очень круто, да, действительно. Кисоньки. Боже мой, не живые, слава богу. А то страшно было бы совсем. Дикие люди. Очень красивые улочки. Бывают очень красиво восстановленные дома. И не очень восстановленные. И бывают не очень восстановленные. Или не очень красиво восстановленные. Вот так вот тут я вот... Ух ты! Красота какая! Валя зовёт каких-то кошечек. Что там? Обычный такой дворик. Ну, чище, чем питерский. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот он он! Вот Максим с Сашей. Вот какая-то крепость. А вот мы и нашли Линдекс. И это прекрасно. Ой! КОНЕЦ Вот эти вкусные. Ну, вот эти тоже прикольные одежды. Да, красота, сортильник. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это был, кстати, мы проходим мимо ночного клаба. Прям здесь вот, это ночной клаб. Вчера музло играло так, что трясли стеклопакеты. Народ херачил пиво прямо на улице. Круто было. И сегодня ночью будет еще жарче. Справа, наверху, вот сейчас уже посерединке вокзальная площадь. А мы приближаемся к нашему дому. Повторяю, чтобы переодеться и бежать на марафон. Закупились ванно-таллином на вечер. И проходим мимо нашей вчерашней бургерной, где мы покушали за 40 евро. Вот и рынок. Народу полно. Короче говоря, там за поворотом уже наш дом. А вот и наша улица. А вот и наши ворота. Набрали секретный код. Поэтому и на рюкзак пошел. Вот она, наша обитель. Красочная. Цвет окон совпадает с цветом автомобиля. Прикольно. А вот здесь вот соседи из девятого номера застолбили себе тусовальное место. И нас туда не пускает еще Сашка. Из-под тяжка. Саня, штраф придется платить. Хотя тут Zero Tolerance сейчас. Zero Tolerance. Из окна ружье высунется. В кому-то еще не воняет еду. Мне надо порно-колбасой вонять. Какой порно-колбасой? По-моему, надо выкинуть это. Танька сказала, что здесь воняет порно-колбасой. Первые ходоки пошли. Мы уже на месте. Осталось 45 минут до наших стартов. Будем этих ребят догонять. А вот и наша команда. Все бодры, веселы. И готовы к марафонской дистанции. Готовка идет полным ходом. Валя, ты волнуешься перед стартом? Нет? Вообще не? Я смеюсь в лицо. Опасности? Опасности, да. Ну это прекрасно. В общем, у кого-то группа поддержки. Играет музыка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Налюбовались на Таллин с высоты. Пора выдвигаться в винный дворик. Всё, идём вниз. Сюда, Максим, убери, пожалуйста, приём. Конечно, неудобно. Ну, по-хорошему, да. Слушай, по-моему, ну и сидит там человек, наверное, свой вниз. Какая-то сграя небеса, красивая. Эх, не всё, не успел. Кошечка догоняет птичку. Удивительные рядом. А сейчас я покажу вам летучего голландца. А вот и летучий голландец. Ммм, ломался. Только что он смотрел в бинокль, а корабль качался на волнах. Что мы снимаем? Вот и пролетели эти два дня в Таллине, полные удивительных приключений и восхитительных впечатлений. Мы едем в сторону Москвы. Сейчас почти 10 часов утра. Вот такие вот великолепные пейзажи. Простираются за окнами. Жаль покидать тебя, Таллин, но нам надо домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова